Временная остановка правительства серьезно подрывает возможности американских спецслужб по защите страны от террористических и прочих угроз, заявил сегодня директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. В вынужденные отпуска отправлены 70% сотрудников его ведомства, что, по мнению силовиков, наносит сильнейший удар по моральному климату в разведсообществе Америки и без того разобщенному после разоблачения беглого сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Как спасти Соединенные Штаты от повторений той позорной ситуации, пытались выяснить сегодня в Вашингтоне. Александр Панов с подробностями. Они так и просидели молча, держа в руках таблички. Клэппер лгал. Сноуден говорил правду. НСА нарушает законы. Не шпионьте за мной. Председатель, сенатор из Вермонта Патрик Лихий предупредил, что понимает чувства протестующих, но шума в зале не потерпит. Лихий один из сенаторов, решительно выступивших против бесконтрольной масштабной слежки за американцами, вторжения в телефонные разговоры, интернет-переписку, сбора данных об активности в социальных сетях. Разоблачение Эдварда Сноудена, инженера, работавшего на НСА, подкрепляются все новыми газетными публикациями. Последняя в списке статья Нью-Йорк Таймс, на которую ссылаются сенаторы, о том, как на подозрительных с точки зрения спецслужб граждан разведка собирала досье, пользуясь специальным разрешением министра обороны и генпрокурора. Эдвард Сноуден скрывается от американского правосудия где-то в России, но здесь, на Капиталистском холме, в самом сердце американской столицы, именно его разоблачения стали поводом сегодняшних слушаний в Сенатском юридическом комитете. Законодатели не устраивают положение закона о разведывательной деятельности за рубежом и деятельность секретных судов, которые рассматривают правомощность ведения слежки за американскими гражданами. Как полагается разведчикам, Клэпер и Александер все отрицали. Прежде всего, нарушение закона. Причем, произносить имя Сноудена оба тщательно избегают. Заявления, сделанные человеком, который нанес серьезный ущерб нашей работе, были абсолютно неточными. Мы не шпионим за американскими гражданами и не дискредитируем наши свободы. Я, ветеран Вьетнама, и помню, как Конгресс в те годы на закрытых слушаниях обсуждал некоторые программы спецслужб, действовавших бесконтрольно. Хочу ответственно заявить, что сегодня не тот случай. Согласно данным независимого инспектора, контролирующего работу разведки, за 10 лет зафиксировано всего 12 серьезных сознательных правонарушений, допущенных личным составом агентства, в котором работают десятки тысяч человек. Это, грубо говоря, по одному нарушению в год. 215-я статья Патриотического акта и 702-я статья Закона о разведке вызывают особое недовольство законодателей и правозащитников. Чтобы поставить разведку под контроль общества, нужно отменить секретные суды и положения, разрешающие вести слежку за телефонами и интернет-контактами американцев без специальных судебных ордеров. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность страны, восстановить доверие американцев к разведке и защитить фундаментальные гражданские свободы. Они сделали нашу страну великой. «Единства среди сенаторов нет. Баланс между свободой и безопасностью – вещь деликатная», – заявил один из законодателей. Предложения сенатора Лихи поддержали коллеги из обеих партий. Но против, похоже, большинство, в том числе сенатор Дайан Фенстайн, председатель комитета по разведке. Принять закон будет непросто. «Если бы не Эдвард Сноуден, не было бы сегодняшних слушаний. Американцы так и не знали бы о масштабах слежки за ними собственного правительства. Ужасно, что так много сенаторов, прикрываясь угрозой повторения 11 сентября, полагать, что цель оправдывает средства». Эда Сноудена Белый дом назвал предателем, но по итогам его разоблачения президент Обама издал распоряжение, и многие секретные детали разведслужбы стали открывать для общества. Может быть, нехотя, не произнося имя Сноудена вслух, но процесс, что называется, пошел. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.